Каким образом Владимир Плохотнюк или Демпартия развивают Молдову после 2014 года? Уважаемые телезрители, задавались ли вы когда-нибудь этим вопросом после прошедших парламентских выборов? То ли в шутку, то ли всерьез, но возникает ощущение, что представителям этого политического движения нравится развивать страну путем шантажа, угроз и сфабрикованных по заказу уголовных дел. В последнее время Молдову не раз трясло, как в лихорадке от многочисленных арестов, а также от выхода из оппозиционной партии представителей формирования. Совсем недавно мэра города Фалешты Владимира Русу, занявшего этот пост на местных выборах в 2015 году по спискам нашей партии, шантажировали два перебежчика, убеждая его примкнуть к демократической партии. По словам некоторых местных советителей, До выхода из партии мэр Фалешт работал в тесном сотрудничестве с представителями местного совета на благо города. Фалешский советник Борис Дедов говорит, что местная публичная администрация может гордиться некоторыми успехами, достигнутыми за последние два года. Он также добавил, что советники будут стремиться и впредь развивать город, вне зависимости от политических настроений. Прихода нашей партии как консильер и как примарь от нашей партии с 2015 года, я хочу сказать, что очень много сделалось для этого нашего городка. Во-первых, были сделаны несколько проезжих частей дорог, была сделана улица Попанино, Алексей Матьевич и Штефан Чалмари. Возле русской школы была асфальтирована дорога капитально. Было отремонтировано вот эти вот несколько участков дорог. Эта улица называется Попанино. Я вот сейчас не знаю, как она переименована в другое название, потому что, видите, там написано советская еще улица, вот эта советская. Но сейчас она является улицей Молдови. Вот эта улица Молдови, вот тот участок, где вы видели, тоже был отремонтирован капитально. Сейчас, господин Дедов, мы находимся на другом участке дороги, Фалеш, так видим, тоже был отремонтирован. Это все бы успели сделать за два года? Да, за два года. Вот за два года вот эту вот часть, начиная вот от бара, начиная от бара, вот эту вот часть дороги до круга, вот, который ведет Набельцы. Это была сделана нашей партией, премарией города Фалеш. Ну, вы как раз работали в симбиозе, как говорится, в команде. Ну, да, 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 мы работали в команде, мы разговаривали с примарем, и мы говорили, вот эту часть, которую отремонтировали в квартиру Виктории, в квартиру Виктории, тоже мы просили примара, чтобы вот эти вот данные участки, вот эти микрорайоны, чтобы они были отремонтированы, потому что они не ремонтировались еще со времен Советского Союза. Мост был разрушен еще три года, по-моему, назад, еще при будущем примаре, был, то есть в бывшем примаре. Этот мост был, я был тогда, когда этот мост был, пошли оползни, вот эти плиты, они были практически разбросаны в разные стороны. И я не знаю, по каким причинам три года назад никаких мер не предпринималось. Жаловались на то, что нет финансов, нет денег, но я хочу сказать, что нашлись и деньги, нашлось и желание. И вот этот вот мост был реанимирован, был отреставрирован полностью. Ну, что связывает этот мост? Да, этот мост связывает люди, переходят, вот у нас есть микрорайон дача, здесь проживает очень много людей. И через этот мост идут люди, идут дети в школу, здесь у нас недалеко русская школа, ведут дети в школу, ведут детей в садики. Ну, в принципе, здесь живой мост, как, постоянно вот люди вот ходят. Сейчас мы находимся в районе, в квартиру Виктории, города Фалешт, где, вот видим, благодаря Ренату Усатому на этой территории была монтирована детская площадка для детей, для этого микрорайона. Потому что, если вы видите, тут были только вот две качели и все, больше тут ничего не было. И какая реакция жителей, допустим? Реакция очень позитивная. Вы знаете, когда мы только монтировали, тоже мы приезжали, вот ребята, которые монтировали вот эти вот детские площадки. Вы знаете, мы, в принципе, здесь находились постоянно, потому что, когда бетонировалось, вот это вот, все основания бетонировались, дети не имели терпения, чтобы уже играться, уже на качелях, это самое. Мы им говорили, дети, вы успеете, дайте, чтобы, это самое, чтобы бетон застыл. И мы практически вот здесь дежурили и ночью дежурили, чтобы не расшатать вот этот. Я понял. Да, но был восторг, понимаете, детей. Я так понял, что благодаря фонду Ренату Усатому вы и вашим усилиям в городе где-то пять или шесть площадок. Шесть площадок. На данный момент мы имеем шесть детских площадок в городе Фалешт. В городе Фалешт. И дальше, что происходит, произойдет, еще другие будут установлены? Да, да, да. Ренат Георгиевич, он сказал, что кроме вот этих вот шесть детских площадок, он еще обещал нам две детские площадки. Одну должны установить в районе ЖД вокзала, но это тоже часть нашего города. Она называется станция Гара Фалешт. Вот там есть одна площадка возле ЖД вокзала, но мы планируем поставить еще одну детскую площадку. Как только въезжаем в станцию Фалешт, люди жалуются, что далеко детям идти от нового участка, идти туда на детскую площадку, чтобы там играться. И люди попросили, чтобы была поставлена еще одна детская площадка. Ренат пошел на встречу, сказал, без каких проблем. В этом году будет еще одна детская площадка. Мы сейчас проходим по главной улице города Фалешт, это Штефанчилмарь. Видим, что как-то облагорожено все, все красиво, чисто. Это тоже появляется как-то вашей заслуга или до сих пор это все было? Конечно, конечно. Мы требуем, мы требуем на каждом консилиум, мы требуем от директора коммунального хозяйства, чтобы в городе Фалешт, чтобы наводился порядок. И, конечно, тут и заслуга нашего преморя Владимира Ивановича, потому что он требует от директора коммунального хозяйства, чтобы город был чистым, чтобы он убирался. И факты налицо. Вот вы посмотрите, в центре города чисто, все благоустроено. Вот сейчас весной произошла обрубка деревьев. Я вам хочу сказать, что эта обрубка деревьев не производилась где-то на протяжении уже 10 лет. Ветки были сухими, много веток были ветки, сухие. Произошла обрубка этих деревьев. И дадут другие вот эти самые, пойдут другие веточки, и дерево немножко освободилось, и оно пойдет более красиво и будет выглядеть. Я вам хочу сказать, что вот эта аллея, Каштановая аллея, это наша гордость. Это гордость города Фалешт. Почему? Почему? Потому что эта брусчатка, она была выложена еще в 40-х годах. Вот посчитайте, сколько ей лет. И мы гордимся, что у нас есть вот эта вот часть. Я вот точно не помню, сколько она имеет, ее протяженность вот этой дороги. Но мы горожане, мы гордимся вот этим вот, вот этой нашей брусчаткой. Но есть какие-то проекты, мы слышали, что... Да, да. Мы разговаривали, не раз разговаривали с примарем города Фалешт о том, чтобы вот эту брусчатку, чтобы ее реанимировать, чтобы ее восстановить. Потому что есть некоторые участки, где машины проезжали, и проваленные участки. И мы постараемся, ну, постараемся до конца мандата, до конца мандата. Если пройдет проект, наш примар обещал, что он займется лично этим вопросом. И если нам удастся, мы ее постараемся отремонтировать и привести ее в надлежащий вид, чтобы она... В исходный, как она была. Да, в исходный, как она была, вот первоначально. Но нет такого проекта, чтобы сделать какую-то пешеходную зону и... Да, я вам хочу сказать, да, есть такой проект. Вот тоже мы разговаривали с консилиумом города и с примарем города Фалешт, что вот эту вот часть у нас есть пиццерия, и вот эту вот часть мы хотим перекрыть. И возле больницы, чуть дальше туда, ну, это получается где-то метров 500-600 метров. Вот эту вот часть мы хотим ее перекрыть и сделать пешеходную аллею для людей. Потому что если там будет водопад, вот там будет водопад в центре, и мы хотим перекрыть, чтобы это было для людей, чтобы люди могли где прийти с ребенком, отдохнуть. После увиденного создается впечатление, что у Демпартии велико желание перекрыть кислород процессу модернизации некоторых населенных пунктов, тех, которые политической окраской не вышли. Этот случай, он, нет, он нас не повалил, он нас, наоборот, укрепил этот случай, потому что мы стали более сплоченными, мы стали более дружными. Да, нас осталось, ну, на 16 человек меньше. Где? В партии, в нашей партии районной, в районного масштаба, так будем сказать, районной организации. На 16 человек стало меньше советников по сельским примариям, здесь у нас в городской примарии на 3 человека, на 2, ну, с примарем уже примарь не советник, но он тоже, как бы, получается, 3 человека. Ну, знаете, 3 человека все по голову не решают. Решили они так, пусть будет, это их выбор, потому что можно было сделать это как-то по-человечески, как-то более гуманно, потому что с этими ребятами мы, скажу вам честно, в компании всякие эти выборные, мы на полях. Бывало так, что где-то остановимся, кусочек хлеба съедим вместе, ну, с этими, которые вышли, с Тамбуром Вячеславом, с Олегом Пастромом. Но кто-то повлиял на их выбор? Об этом, об этом трудно сказать, кто-то повлиял на их выбор или не повлиял, потому что, знаете, слухи идут разные. Ну, как в том анекдоте говорят, в народе говорят, а наука не доказана, поэтому кто на них повлиял? Да, идут слухи, что они, их видели и вовсе демпартии в Кишиневе, идут слухи, что там их обработали, возможно, даже какие-то деньги дали. Продолжение следует...